Старый, опытный, но неактивный эльф, Нейтрон. Что-то противопоставить Гарри Поттеру. Человеку, который последние... Последние, наверное, года четыре играет в Warcraft без перерывов вообще. То есть целенаправленно, нон-стоп. Ответ, конечно же, маловероятно. Потому что в Мироре, особенно в Мироре, практика важна как никогда. Учитывая одинаковых юнитов, одинаковых героев чаще всего. Гейл ХФ Поттер пишет, Нейтрон. Гейл отвечает Фогич. Может, Патма какая-нибудь, может, Аркада какая-нибудь. В Мироре эльфийском, по крайней мере, можно что-то при этом. Пух с вами будет? Да, Пух приедет. Завтра приедет. Причем Пух такой лопух. Он, во-первых, ломался долго. Его там Ира уговаривала, уговаривала. Во-вторых, у него там какой-то особый режим, поэтому этому лопуху выделено единственному двухместный номер. Из-за этого другие люди страдают. Естественно, когда Пух придет, он же начнет опять вот свой... Я не знаю, что такое... Вот это вот все начнется. Короче, там уже пацаны готовятся. Готовятся троллить Пуха, потому что... Ну, только так его можно как-то забалансить. Вот. Поэтому... Армию игрока атакуют. Ждем Пуха. Ждем. Демон Хантер против Демон Хантера. Ладно, ровненько начинает. И криппинг одинаковый, и герои одинаковые. Фоги выскочил, но нейтрон не повелся. Среагировал правильно на виспа. Темный ткач! Барак не добил. Нормально, Димка добил этого нейтрала. Фоги тоже не допустил типичную для себя ошибку. В смысле, он же и жениться успел. Всякие медовые месяцы были. Да он не перекошел играть-то, что? Ну, пропустил он там недельку-две, но... Вот, и на всякий случай, если вы решите, как бы, покинуть, покинуть трансляцию до того, как покину ее я, помните, что завтра начало в 16.30, и начало сразу жесткое. То есть, будет играть Ла Лайт против Хэппи в полуфинале. Ну, потом второй полуфинал и финал. То есть, там прям... И все, Бо-5. Поэтому мне бы еще проанонсировать по хорошему трансляцию на завтра, дабы не оставить без вневедения других товарищей, кто сейчас не попал. Фас Гонзалес, привет! Он у жизни душнил, я думал, это образ. Да не, на самом деле он добрый. Он... Ты пообщаешься с ним, он улыбается, все нормально. Вот. Но он троляка. Троляка. Что его балансист視? Он улыбается хорошо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Он так же, как сокола, может обидку врубить. Такой говорит. Нет, я не приеду. То есть, он меня троллит, это самое. А когда его потроллишь немножечко, но я помню, он приехал, разоград я. Ты что, приехал? Все, он обиделся сразу. Ну, то есть, какие-то странные, вообще, детские темы. Какая-то там была более изящная шутка А, я кого-то подговорил Ой, я кого-то подговорил Так, Пух Ох, 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 я был коварен Не-не-не, там можно было обидеться Нет, там я не лично Ох, там что-то было такое То есть я кого-то подговорил, чтобы он подошел О-о-о Ладно, может Пух и прав Надо узнать причину Причину Хорошо разбудил, смотрите Сразу Bloodlast и не очень хочется лезть Крипиться, потому что, во-первых, нейтрон может Берн сделать Может Берн сделать И добить, и все на смарку Как узнать, я беляк или нет? Минус, мы уже узнали Минус, ты синевик уже Ты не беляк Аспирантам дарит ключи, хорош Ты не беляк Ты не пройдешь Так, нага, лорница Что, зеркалка абсолютная, да, у нас? Опа, нейтроша начинает удивлять О-о-па Минус одна арча Минус вторая арча На-на У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у интересно сколько там tick rate в варкрафте мне кажется 64 армию игрока атакуют лоран цвета 3 в целом подрезание даже 2 харчей это очень хорошие подспорьем так что не трон сейчас немножко впереди по уровню героев так это майкер душнила не пухнут надо разобраться на самом деле потому что возможно да и выигры да майкер иногда жестко тролли суши это горит человек который мне в готику просто лично в кафе с полирел просто с улыбкой на лице еще такой бесстыжий но меня тоже можно понять слушать у меня брат у меня отец тролль тоже поэтому тут мне очень нравится как здесь нейтрон выруливает просто он за счет большего количества арчей еще крепится неплохо ну почти да тут и торчи немножко подтыкали при этом погонялся за вражеским димой хорошо его там папа по количеству здоровья при при спустил да опасный момент ой добил молодец немножко подставился правду но здесь нейтрона в целом все равно больше но у фаги через став а кипр сразу идет прикопку и ауру ну и здесь уже понадобался нейтрон в этом моменте армию игрока такую на вот растерялся свое преимущество нейтрон прям прям все вот сейчас уже ровно у них и по уровню героев и по лимиту ну и тут первые медведи конечно конечно нужна арба конечно нужен став еще у нейтрона есть деньги на то и на другое немножко занят сейчас в другом месте но за счет вот этого отступления частичной потери так скажем времени у фогич появляется возможность забрать еще одну . тут вообще все особенно когда прям мирор мирорный крайне важно кто что кто что крипит ну то есть вот такие вот мелочи там типа 20 секунд успел точку забрать и все сейчас может быть крип джек вообще ой плохо читает прекрасно и уже не прокрепить эту красную хотя димка очень битым нога попал злам берн нужно успеть сделать пока мне берн час ну почему ой диспл хороший инвул дирижабль хорошо от фоги заходит прям мне мне очень нравится исполнение причем обоих козочка возвращается а болишь очень нужен блин фогич даже в такую ситуацию умудряется подрезать с . неподалеку дайбинга я не помню этот момент но лёша лёша сейчас вообще на позитиве приехал такой и вы на твиче забанили так что вообще все прекрасно став став как постоянно получается что проигрывает подряд кем нейтрон столкновение любое армию игрока атаку еще один риджуф у медведей сейчас маны вообще огромное количество ох можно сейчас на телепорта ну ну подблочь 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 там дикий конечно димка с ботинками но можно было подблочить там замедление от наги и замедление от дрядки это уже хороший очень дебаф но не трон вообще вот вот представьте сейчас мы бы убрали никнеймы так не скажешь кто кто что кто 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 есть кто мало того что они играют в одинаковым стратегиям что ну стандарт стандарт так еще и исполнение приблизительно на одном и том же уровне я бы даже сказал что на старте нейтрон больше походил на фоге чем наоборот армию игрока атакуют поэтому красную точку забрал фогич целом он крепится на мой взгляд получше ему выпадает сразу бриллинт саура отличное подспорье и для медведей для героев и для дриады для всех а здесь медалька 55 медалька 55 причем пятен ты которые не нужны но есть дирижабль из нее если не вид на камень по существу и прохождение лен с вором как дела бсп бсп женился совсем недавно отрастил усы потом их сбрил сделала по погнал это самое алкоголь какой-то у себя получил контракт в очередной раз в канаде соответственно поедет в канаду вместе со своей пассией совсем скоро подарил два премиума о сразу беляку спасибо аспиран за подарок беляку и ну и у нас гуддейт идет периодически стейкой с с бсп правда не было к сожалению вчера или позавчера выпуска как спланировали но опачки ну вот он минус нейтрон минус минус герой просто главный гг я не знаю как там дима оказался что он там делал возможно пошел спасать ряд типа ставкнуть хотела на в результате получил прикопка его окружили убили но очень нелепо завершилась игра но смотрите смысл в том что потери героя при прочих равных когда все одинаково в такой стадии это это не тельтовый лиф то есть это не не выход из-за ну там типа нервы не выдержали тут объективно он не отбивается от этой атаки просто и все они мы говорим что там три ауры уже у фаги было я не обратил внимание по сравнению с нейтроном фаги конечно мега стабильный чтобы эльфа стабильно играть нужно придерживаться одной и той же стратегии желательно по минимуму вариаций мун на этой карте 7 аур собрал там же marketplace есть по центру то есть то что все не выпадает там из красной точки из там желтенькой точки ты же можешь докупить всегда и эти ауры особенно в затяжных очень решают то есть тот кто marketplace контролирует тот молодец там выпадет вампиризм какой-нибудь ты вместо полутора медведей просто всем полтора грейд на атаку добавляешь ладно не полтора 125 где-то белика не защеглили да он сразу видишь такой вопрос по делу элен сварм прохождение бсп конечно сразу видно что он аспирант подарил один премиум good date норм сейчас стоит глянуть записи а ты посмотри самую первую часть мне кажется она наиболее такая показательная там с точки зрения продакшна косяки потому что и не ну больничный от себя стрим идет ведет но сама игра не очень хорошая по сравнению с той наркомании которая была с этим с адвокатом с ночами в чернавском с этими с демонологами там просто что не что не фраза то сомнения относительно адекватности автора здесь как-то все слишком правильные даже я бы сказал примитивно но повторюсь лучше глянь первую часть первая хорошая вторая не очень 3 4 почти такие же как первое и еще и горе добрый вечер болеем за фоги жалко что пропустил но шашлыки а я пропустил шашлыки что-то останется еще когда приеду чтобы не запутаться нейтрон желтенький фоги красный где такие же цвета были в прошлой катке можешь по фактам раскидать почему андеды не самый лучший раз в варкрафт в чем они хоть кому-то уступают в чем уступают ну бери гулю которая стоит как футмен но слабее его и гуля начинает сражаться как футмен только если у тебя сделан адреналин на т3 самый никчемный апгрейд если мы берем берсеркера арчу с меткостью как у кого еще кстати есть берсеркер арча с меткостью у хуманов нет такого грейда на на 1 для первотирного юнита не с чем сравнить просто уязвимая шахта то есть единственная раса которая прожимая грейд на т2 рискует что этот грейд придется отменить потому что тебя разделенные рабочие то есть ты в этом есть плюсы есть минусы что разделенные рабочие что как бы лес а коли ты отдельно эти отдельно но минусов больше на мой взгляд самую уязвимая шахта даже после бафов сравни с эльфовской шахтой ты попробуй эльфов похарасить пока то эти 800 хитов убьешь до 1 виспо доберешься и сравни с шахтой андедовской у которой в принципе столько здоровья запас и все колиты как на ладони да не турбированный но к вес вам ты вообще не доберешься для начала я уже не говорю о том что с виспами вообще не стоит сравнивать никаких рабочих они самые имбовые потому что у тебя есть диспл в любой ситуации самого начала игры и выжигание маны ситуативный который позволяет отбиваться от большого количества каких-то аркад со стороны врага поэтому а колиты тоже проигрывают они самые жесткие рабочие в мили но это жесткость она никому не нужна у хумнов есть power build орки он ну такие они просто орки зеленые чё с них взять они так страдают всю жизнь альфы самые дисбалансные рабочие имеется виду чё еще но на обсидианки хороший очень прям вот это то что нужно связка героев одна из самых наиболее универсальных в игре согласен арба в определенных ситуациях уступает эльфийской когда лимиты небольшие но в целом тоже одна из топовых согласен гарги слабее чем гиппуса но у них есть свои плюсы типа это она достаточно у нее достаточно возможности чтобы сесть вот и и показать что ты чемпион как бы это это уже неоднократно хэппич демонстрировал то есть но это просто другая раса с огромным количеством возможностей и специфики свои которые можно как плюс так и в минусы ну вопрос к тебе раз и тут ни при чем считаешь новелла там логичное развитие событий на повествование каких район да 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 а там такие перлы были конечно зато гуля добывает дерево футмен нет да в этом и прелесть варкрафта раз и довольно таки разноплановая то есть и раз и сами ну в смысле юниты и герои и обилки то есть вариативность очень дикая правда пришлось это балансить очень долго но сейчас а дисбалансе я думаю могут говорить ну могут говорить все но прислушиваться стоит и причем даже учитывая прислушиваться с аккуратностью учитывая за какую разу человек играет тех товарищей которые играют много долго и желательно близко к профессиональному уровню потому что у них только компетенция есть нормальная то есть когда вот эти вот мелочи исправляются насколько это это может сильно повлиять опять же никто не запрещает говорить рассказывать что там эльфы имбы и прочее но ну эльфы имба это никто спорить не будет я думаю просто разница в балансе она критична только на очень высоком уровне о чем говорит статистика с battle.net отклонение там полтора максимум 2 процента типа 48 52 в в одном мы чапе сам дисбалансный типа или сари арена там регулярно публиковала в статистику по расам там тоже было очень все близко 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 и при этом там один человек может 180 на 20 делать или там вообще два поражения как у хэппи остальные там сливает личный скил важнее скилла 1 варкафте в этом я уверен интересную тему сейчас решил сделать не троши и может быть это правильно то есть взять и сыграть через эксп пораньше просто спровоцировать проверить человека орион и здравствуй мы же заканчиваем раз они причем если это не орки до 1 1 1 сигнал когда человек говорит про кита расовые темы с каким количеством букв с он пишет трассу если с двумя значит он никогда не создавал тему на гудгейме на протяжении там в любой момент из 12 лет его вы поправила поправили бы тактичный в троллевской манере и он бы никогда больше не допускал эту ошибку значит и не эксперт армию игрока атакует но фогич отменяет базу да ладно талоны талоны медведя отмена базы было самым критичным событием потому что не трон не просто делал нычку он еще выбрал стратегию которая позволяет эту нычку нормально отбить поэтому это заливка похоже они стоп он не добил я туплю тупой я на чатик смотрю больше чем в игру так то можно и дожить тем более он еще де играет в циклон циклон подробняки пошли о не трош не поремонтировал ой ошибка это минус нычка гарантированно без гг нет он выходит но это его можно понять но он сам виноват надо было чинить сразу в спаме нычку которую он построил все друзья спасибо что смотрели я пойду к нашим увидимся завтра в 16 30 я тут же сейчас пильну пока не забыл что все равно это нужно сделать мы начнем завтра слала это против happy первый полуфинал один из самых многообещающих матчей на турнире ну и посмотрим что финале конечно же будет все спасибо что смотрели спасибо что болели увидимся